всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал говорила что мы поехали в отпуск и говорила о том что мои мой рассказ будет уже по приезду когда я вернусь буду вам рассказывать о наших путешествиях что видео я не буду снимать вы выкладывать их сразу же в сеть я сказал что когда вернусь тогда буду когда уже буду вам рассказывать но снимать я буду здесь это я говорила что снимать я буду здесь обязательно и кстати одна из причин почему я не не хотела выкладывать видео сразу потому что помощь по моим воспоминаниям в отелях в отелях египта очень плохой интернет не в этом отеле не в этом отеле в этом отеле идеальный вайфай работает быстрый очень интернет причем на всей территории отеля и в лобби и в номере в номере вообще исключительно ну вот в общем счет этого нареканий совершенно нет но раз я сказала что я буду делать так я так и буду делать но все равно я буду рассказывать вам каждый день по мере того как мы будем здесь отдыхать ну начну не с конца начну сначала у нас был перелет анталия истамбул сабиха гичкен аэропорт и потом уже пересадка стыковка два часа и сюда в шар-маль-шеих сам талий немножко задержался с вылетом в стамбуле плохая погода он что-то там сукружил вокруг круги нарезал вокруг аэропорта ночью в итоге мы там сели очень поздно и боялись что опоздаем на стыковочный рейс мы там бегом 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 по этому аэропорту ну хорошо указатели в общем-то везде есть поэтому проблем не было быстренько все прошли досмотр и уже мы даже успели зайти в duty free как-то так быстро-быстро еще прям перед даже еще посадка на резь не началась и в общем то мы все успели и все вовремя мы с керемом летели вместе рядом сидели а таня с уром и с демиром и милек они другой то есть у нас не было места рядом у нас не были вот керемчик спал я не спала в ночью так вот так в такой полудреме лететь из стамбула до шар-мальшейха три часа вот прилетели мы рано-рано утром практически ночью три часа ночи самолет прилетел очень быстро подали трап но в аэропорту шар-мальшейха очень строгий контроль мы эти вещи пропускали через вот этот вот экран не знаю как это называется наверно раза три то сюда этот по подними просмотру тут в общем досмотр очень тщательный измеряют температуру стоят датчики измеряют температуру проверяют значит багаж прям очень строго даже на выходе уже выходить из аэропорта прям на улицу еще раз вещи пропускали через досмотр мы заказывали трансфер вы наверно утра не уже видели нас очень быстро привезли в отель и тут началась засада ну я поям все очень хорошо знаю что заселение в два часа дня мы приехали там четыре были уже в апатере там в 3 3 пол 4 4 ну короче неважно вот все трое детей все измученные ночным перелетом ну вот так вот у них нет и все мы не можем вам так рано дать у нас места заняты все номеров свободных нет вот значит ждите сначала там мы мы приложим с максимум усилий чтобы вам номер раньше дать мы вас заселим там в десять потом нет мы вас заселим 8 ну вот ничего не ничего не можем сделать кто-то сейчас напишет что надо было денег дать нет не 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 берут они деньги ну как бы что значит мы сказали но ищите номер и думать было от благодарим ну короче говоря ну ничего не ничего не получилось оставила таня свой контакт вот сап и мы пошли вниз в лобби уселись там попили кофе дети заснули там на диванчиках но в общем-то я я как бы это ну и даже не расстроена мою мы предполагали так что если нам не дадут номера мы просто расположимся на диванчиках и будем там отдыхать ну какая разница отдых отдых начался все равно еще ночью страну еще выйти некуда ну в общем где-то наверное без 27 примерно прислал этот с ресепшена прислал смс таня номер готов приходите в итоге в итоге нам дали два номера не стандартные а фэмили потому что горит стандартные мы вам не даем ну их нет вот но мы вас заселим фэмили я крайне довольна во первых вид на море шикарный я вам сейчас покажу я с него и начну с этого вида я вам сейчас покажу наш номер и номер такой такой огромный как как моя квартира и если вот и вот так вот обсмотреть два огромных телевизора три огромных кровати бай большой большой санузел ну вот давайте сейчас вы по сами посмотрите и потом мы продолжим с вами разговор рассказа номер я начну прекрасного вида с балкона вы посмотрите на море как море отличается красное море отличается от средиземного моря цвет моря совсем другой ну может быть сейчас такое освещение потому что рано-рано утро и так номер нам дали мы бронировали стандарт нам дали два семейных номера тут такой вот не очень большой балкон бывает конечно и больше этот вот такой небольшой два стульчика столик с прекрасным видом но теперь смотрим уже сам номер огром номер просто огромный вон там у нас кремчик здесь огромная кровать две тумбочки такие вот шторы плотные очень два телевизора два телевизора так а тут у нас что чайник стаканчик водичка мини-бар только водичка какие-то консоли не знаю для чего не на и здесь две огромных кровати а сама площадь посмотрите какая номера тут вполне можно устраивать танцы так идем дальше это входная дверь шкаф сейф полочки плечики есть и огромная огромная ванная комната просто огромнейшая не знаю для чего тут столько места это я привет оттуда чуть не спала и вот отделена вот так вот душ смотрите какой душик у нас кучу полотенец чик и здесь набор набор всяких моющих кондиционер шампунь крем для это крем для душа гель для душа мыло шапочка для душа это что мыло такой вот замечательный номер тут смотрите тоже ящички такие кстати редко бывают что-то в этих вот консолях что то есть тут полотенчики зеркало хорошее правда тут прямо скажем темновато вот такой вот нам номер дали ну и как вам номер впечатлил вот мы тут вздремнули немножко с кремом отдохнули и сходили с ним на завтрак вот первое впечатление я очень хорошо знаю по своим воспоминаниям я уже говорила что мы очень много раз были в египте очень много раз я уже говорила что я предпочитаю отели сетки азур но азуров нет в шарме они в основном в хургаде в александрии по моему в каире вот по моему ну в основном они все в хургаде а мы бы отдыхали также вот в отелях альбатрос я знаю что здесь очень хорошее питание ну по сравнению с остальным питанием в других отелях египта питание очень отличается ну по моим воспоминания мы сегодня пошли на завтрак и в общем то ну знаете ну есть все но какой такое но нет вот этих вот турецких столов ух там мы вот куда-то там в перспективу они ушли здесь так все по скромненькому в ресторане чисто что мне очень понравилось завтрак но накрытый стол из застеленной скатерти салфетки правильно разложены вилки-ножи ложки то есть вообще проблем нет подбежал тут же официант молоденький мальчик что вы будете пить что вам принести то есть вообще мне очень понравилось обслуживание ну а так что обычно там ну выпечка яйца жареные пареные вареные овощи кстати овощей не очень много было что там еще было ну сосиски вот это вот колбаса нарезка кстати попробовал там какую-то колбасу 1 так не очень 1 мне прям очень прям понравилось такое что-то с говядиной связано прям понравилось прям вкусно в турции мне не нравится вот местным местные колбасы а вот и пришли в номер отдыхали сейчас мы соберемся и пойдем обследовать отель я уже разглядела все всю красоту моря там есть понтон с понтона естественно будет риф вижу что очень много купаются людей не знаю утащим и детей до моря а и мой но не просто не знают что такое что есть море красное море в котором рыбки что можно не просто там купаться но еще наслаждаться красотой они нас тянут в бассейн бассейн прям вот у нас тут вот рядом 2 открываешь мини-клуб и тут же рядом бассейн поэтому они его заприметили говорят мы пойдем туда но сначала нужно пойти пообедать про обеды я вам рассказывать не буду потому что скажу потом наверное скажу если вы что-то мне там бросится в глаза но я думаю что всю кухню все питание уже рассказала тани или расскажут вам прям ближайшее время ну скорее всего уже рассказала потому что мои еще раз повторяю мои видео будут выходить гораздо позже и ну наверное будет куча комментариев о том что мы это уже видели то не уже это показал зачем в одно и то же у тани свое видение отеля у меня свое если она пересечется хорошо значит это будет побольше польза для вас что вы будете понимать что совпали два мнения двух человек но если не совпадет значит вы будете уже ориентироваться на свой вкус ну что мы пойдем уже обедать оставайтесь со мной будут еще репортажи из этого отеля буду еще рассказывать что здесь мне понравилось что не понравилось как тут что обстоят дела и увидимся обязательно с вами следующее видео всем пока пока